Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа за богослужением читается Евангелие от Матфея. Это первые девять стихов 17 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и сих глаз из облака глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Много знамений, много доказательств своего всемогущества и божества показал Господь ученикам, но они все еще не могли отрешиться от иудейских представлений о земном Царстве Мессии. Они все еще не могли понять, что Царство Мессии не от мира сего. Для их убеждения необходимо было особенное знамение, и оно дано было избранным из двенадцати. Так мы читаем в Евангелии, что через шесть дней после последней беседы с апостолами взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Белизна для библейского восприятия была не просто знаменем святости, но самого Бога. Белый цвет является не только символом совершенства, чистоты и непорочности, но и имеет еще и другое значение – великолепие царских и священнических одежд. Когда же ученики пребывали на горе со Спасителем, явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Как поясняет святитель Иоанн Златоуст, явились именно Моисей и Илья, потому что в народе Господа Иисуса Христа почитали то за Илью, то за одного из пророков. Архиепископ Оверки Таушев, развивая эту мысль, пишет, «Моисей явился, чтобы показать, что Иисус не был нарушителем его законов, каким его пытались представить книжники и фарисеи. Ни Моисей, через которого был дан закон Божий, ни Илья не предстали и не повиновались бы тому, кто не был бы на самом деле Сыном Божьим. Явление уже умершего Моисея и Ильи, не видевшего смерти, а взятого на небо живым, означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и смертью, над небом и землей». Сильно любя Учителя и не желая, чтобы он пострадал, Петр обращается ко Спасителю с такими словами, «Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Ильи». Конечно, Христос много раз уже говорил апостолам о своем божестве, о своем единстве с Богом, но они все еще смотрели на Него, как на человека. Поэтому для вразумления Петра, Иакова и Иоанна потребовалось особое знамение, которое и не замедлило явиться. Облако светлое осенило их, и сеглаз из облака глаголющий. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Ефимий Зигабен поясняет, что голос Отца как бы говорил, «Чего ты, Петр, боишься за Иисуса? Он Сын Мой, и не просто Сын, подобно тем, которые делаются сынами Моими через добродетель, но возлюбленный или избранный, как единородный, и мало того, такой, в Котором Мое благоволение, то есть в Котором Я почиваю, и Которым доволен, как единомышленным и равным Мне. Повинуйтесь Ему, слушайте Его. Если Он что-либо или скажет, или сделает. Поэтому, если даже пожелает быть распятым, никто Ему пусть не препятствует, потому что вы не знаете тайны Его домостроительства. Все, что Он не говорит или делает, говорит и делает по Моей воле». Таким образом, этими словами Бог свидетельствует о совершенном Сыне Совершенного Отца, где совершенство заключается в любви Отца к Сыну и в послушании Сына благой воли Отца. Поэтому в Сыне явлено все благоволение Отца. В Его жизни раскрывается воля Божия о всех нас. Именно поэтому и звучат для нас слова «Его слушайте». Христос преобразился, давая ученикам возможность прикоснуться к иной реальности, непостижимой для всех привыкших жить по правилам земного мира. Так и каждому из нас, дорогие братья и сестры, Господь дарует радость стать сопричастниками этому Божественному Свету, ведь благодати и милосердия Христа с избытком хватает всем людям. Наша же готовность стать частью этого света определяется стремлением к общению с Богом, доверием Христу, исполнением Его мудрых повелений и заповедей, оставленных нам в Святом Евангелии. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!